Конь-ровесник ветеран милицейской службы. Он помогает ловить преступников больше 10 лет. Офицеры говорят, характер у него норовистый и целеустремленный. Благодаря этим качествам он помог раскрыть сотни краш и грабежей. Даже вот тут в парке Щербакова, еще когда старый был, у одной женщины возле старого фонтана дернули сумочку. Ну и он начал бежать, думать лошадь нет, и побежал вот сюда вот, тут раньше посадка была, между деревьев. Он перепрыгнул лавочку, догнали, задержали. А вот пес Лан служит всего год. Он только окончил учебу. Его хозяин Александр рассказывает, во время дрессуры и работы пес показывает настоящие бойцовские качества. Однако вне службы овчарка добра и весела. Таракер у него добродушный, но когда требует обстановка, то есть уже собака становится уже служебной. А так вообще добрый, веселый, хороший. На выставке не только служебные животные. Здесь представлены и техника, и оружие. Офицеры объясняют, именно с этими пистолетами они и задерживают преступников. Форт 17, форт 14, форт 12. Это наши виннице изготовлены, это наши пистолеты. Ну это пистолет Макарова, который стоит на вооружении уже давно. Милиционеры уверяют, все пистолеты исправны и к бою готовы. Но выставочные, конечно, без патронов, заряженные в кобуре. Сегодня все это и служебные кони, и оружие, и гранаты для будущих правоохранителей. Сотни детей катаются на служебных лошадях и целятся из автоматов. Организаторы фестиваля надеются, в будущем хотя бы половина из них пополнят органы милиции. Леонид Ергаков пока учится в 6 классе, но уже сейчас твердо знает, он будет служить в спецподразделении. Его страсть – оружие. На выставке мальчик интересуется только им. В 12 лет школьник знает все особенности пистолетов и автоматов. Тут оружие классное. Автомат калашниковый, особенно со складным перекладом. Люблю оружие, люблю стрелять. А вот маленькая Влада служить пока не желает. Но катание на ветеране-ровеснике ей очень по душе. Лошадку спросила я ее. Организаторы выставки говорят, акция призвана не только продемонстрировать романтизм профессии. С помощью фестиваля они хотят повысить доверие людей к милиции. От этой акции мы ждем стремления говорить о своих проблемах с компетентными людьми, с правоохранителями, которые достаточно хорошо обучены, чтобы найти решение сложных жизненных вопросов. В рамках фестиваля прошли не только выставки, но и концерт, где выступили лучшие офицеры-вокалисты и оркестры Востока Украины и Юга России. В следующем году, уверены организаторы, они обязательно повторят праздник. Оксана Виттер, Руслан Новиков, Панорама.